Озеро Дикой Уткой действительно мелеет. Еще два месяца назад там, где я сейчас нахожусь, была вода. Вот по этому куску бетона можно увидеть, как она уходила. Вверх уже подсох, здесь чуть-чуть влажная такая поверхность, а низ еще находится в такой жиже и видно, что там вода. Весь мусор, которым засыпали озеро, теперь лежит на поверхности. Лужи с известкой, бетонная крошка, разбитые блоки – не единственное, что можно здесь увидеть. Чаек на этом берегу, правда, уже нет, они даже не подлетают близко. Озеро сообщается через трубу с соседним водоемом. Сейчас вода вытекает из Дикой Утки, но течение нельзя назвать сильным. На проблему озера Дикая Утка экоактивисты обратили внимание, когда арендатор начала активно засыпать его землей. Природоохранная прокуратура, которая провела проверку, направила результаты в суд. Московским районным судом принято решение запретить собственнику земельного участка засыпать этот участок отходами производства и потребления, проводить работы по его осушению до разработки проекта мелиорации земель. Запрещено проводить работы, связанные с изменением существующего природного ландшафта. Ситуацию с уничтожением озера Дикая Утка в Рязани взял на свой контроль президент страны Владимир Путин, которому на медиафоруме рязанские журналисты пожаловались на происходящие там перемены. Разобраться в том, что водоем является природным, удалось, помогли ученые. Это место протекания реки Аки в далеком прошлом. Впоследствии ее Старица, большая часть которой на карте подписана как Сологоща. А самая северная, северо-западная часть Сологощи, оторванная от нее процессом заиливания древнего озера и стала отдельным небольшим озерцом. Это и есть Дикая Утка. Минприрода региона пыталась через суд заставить владельцев участка убрать с территории озера мусор и грунт, а также очистить озеро. Как нам рассказали в природоохранной прокуратуре, тяжбы идут до сих пор. Решение пока не вынесено. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».